Это море. Оно всегда разное, как и люди. Когда мы маленькие, от нас ждут чудо. Вот, мол, вырастут и всех удивят. Иногда это сбывается, все радуются. А я тоже жду от жизни чудес. Какой-то тайный сигнал, призыв. Что это будет, я не знаю. Может быть, я смогу понять шум прибоя, а может быть, это будет что-то другое. И вот я иду вдоль берега. Я не помню, ждала чего-то в эти мгновения или нет. Но тут я увидел бутылку. О таком можно было только мечтать. Ее выбросил на берег наверняка после многих месяцев плавания. Неужели это почтовая бутылка? Это круто. Приглашение на Вену Air King. Как оно здесь оказалось, непонятно. Может это шутка, может это розыгрыш, но сейчас это не важно. Мы просто едем в Вену. Море. До свидания. Дорога сложная и дальняя. Надо в порядок себя все-таки привести. То есть заехать на мойку и сделать самое важное. Проверить состояние своего авто. Масло и жидкости в норме. Подвеска работает нормально. И шины у нас новые. Кардиан Спорт 2. Мы выбрали очень сложный путь. И чтобы его преодолеть играючи, надо показать свой характер. Все повороты серпантины Кардиан берет уверенно и на скорости. В горах опасно, на перевалах еще встречается снег. Но это красиво. Наши души поют. Мы едем в Вену. Скоро мы будем жить в ритме этого города. Этот ритм надо принять. Иначе Вена для нас так и останется большим городом. Красивым, но чужим. Уже наступил вечер. Мы ищем свой отель. Наши колеса чувствуют пульс этих улиц. Кардиан быстрый и маневренный. Мы легко двигаемся и городу нравится наш характер. Наш отель почти в центре и это удобно. Мы приехали. Начинаем погружаться. Идем заселяться в свой номер. Забавные машинки у нас по соседству. Может быть они даже приехали на Вену и Эркинг. Велкам. Будем здесь отдать несколько дней и снимать Вену и Эркинг. Узнать как обстоят дела на будущей съемочной площадке мы решили на следующий день. Здесь мы увидели Андрей Бреви и Энди Витмана. Я только сегодня приехал в Вену. Тут пройдет первый этап фрирайд уорлд тура. Сегодня мы будем строить трассу с Андрей Бреви. Это хорошее место, чтобы начать свой сезон. И сейчас он должен поторапливаться, так как в пятницу приедут все участники и нам нужно довести трассу до ума. Привет, я Андрей Бреви, я резидент Вены. Я уже шестой год разрабатываю трассу для этого ивента и в этом году она стала немного внушительнее. В принципе, дизайн остался прошлогодний и я думаю, что это лучшие дерты, которые можно найти на соревнованиях подобного уровня. Вена хороший город для велосипедистов. Особенно здесь красиво на Рингштрассе. Тут парламент, старый театр и конечно родхаус. Если здесь прогуляться летом, то можно хорошо отдохнуть в парках, выпить кофе, узреть венскую культуру. Это красивый город, я ни на что его не променяю. Смотрите, открыв рот на дерты можно несколько первых минут, потом ты понимаешь, что пора уходить и вкушать прелести города, о которых так хорошо отзывался Бреви. В этот раз мы удалились от центра и оказались культовыми в месте Вассерхаус. Этот оригинальный дом, построенный эпатажным художником на пару с архитектором, реально украшает Вену. Здесь все дышит искусством, поэтому тут тусили до последнего вечернего звонка. Утро. Мы садимся в трамвай и отправляемся на Вена Эйр Кинг. Там будет здорово. Реальный спорт в духе кардиан, где все будет четко и красиво. Мы в этой обстановке невольно ушли на другой уровень и спешим этим с вами поделиться. Сейчас дерты доводят до ума, пусть и в шутку, но потом все начнется. Это будет выплеск энергии на грани фола, но все еще не спешат это делать. Сейчас идет небольшая прикатка, а после уже начнется квалификация на Вена Эйр Кинг. Ради этого стоило все бросить. Сменить легкий шум прибоя на шум оваций и на атмосферу экстремального шоу. Пока вокруг не кипят финальные страсти, можно присмотреться к райдерам. Приятно, что мы увидели здесь парней из России. За глазами их называли Папа, потому что один Паша Алехин, а другой Петя Андреев. С первых же слов стало понятно, что Папа недоволен погодой. Вчера был дождь, да, из-за этого отменили квалификацию, то есть будет сегодня квалификация, и из нее 10 человек сразу попадает в финал. Это на самом деле проще для многих райдеров и быстрее как бы. Вот. Надеюсь, сегодня будет погода получше, ветер будет, постигнет и должен покататься. Сегодня у нас в Москве особо негде раскатываться было. Дерты все в снегу, мы раскатывались в парке в основном. Там квотер и поролонная яма. Вот. Ну, ничего, что-нибудь придумаю. Есть такая тема, что после того, как долго не катаешься, кота не идет. Но этот принцип сработал не на всех. Мы впервые увидели такое урожайное событие на всякого рода падение, и как следствие травмы и ушибы. Было, конечно, очень много страшных моментов, и их будете видеть на протяжении всего фильма. Особенно было жалко тех, кого несли на носилках перед самым финалом. Казалось бы, до подиума осталось пара заездов, но, увы, все планы придется отменить. А ведь многие райдеры в начале сезона сменили спонсоров, и им было очень важно на первом этапе фрирайд-тура проявить себя с лучшей стороны. К сожалению, многих взяли под свой пересмотр врачи, и неизвестно, как скоро они смогут вернуться в строй. Наверное, можно связать такое небывалое количество трагедий с плохой организацией ивента, ясно редко с неудачной погодой. Что же случилось? Были построены очень большие дёрты, но, по словам райдеров, они оказались очень узкими, особенно самый последний, где надо было замутить какую-либо фишку. Но на заключительный трюк не хватало ни разгона, ни места, ни смелости. А те, кто на это решался, чаще всего шлифовали пятой точкой грунт. Ну, а кое-кто, в принципе, срывал овации, но это было очень редко. У вас есть возможность увидеть сцену, в которой райдер умудрился сделать и то, и другое, без последствий для здоровья. Вдвойне кайфово, что это был наш Петя Андреев. Честно говоря, это было очень неожиданно и эпатажно. За такие темы надо, в принципе, давать приз за волю к победе. К сожалению, это не случилось, но вы можете это сделать своими комментами и лайками. Первый день окончен, стал накрапывать дождик. В гостиницу ехать не хотелось, и мы отправились на трамвайную экскурсию. На самом деле, очень интересно, не только пешком, но и на трамвай проехать всю Вену. Очень нравится, можно проехать по кругу, по всему историческому центру, не замочив ноги. Начался еще один день на Вена Эр Кинг. На Радхаус Плац народа было мало, никто не вышел на дёрты. А вот триальная площадка собрала толпу зевак. Два бывших чемпиона мира Питера Крауза и Томас Оллер без устали удивляли народ разными триальными фишками, включая такую коронку, как прыжки над лежащим человеком. Но что, впечатляет? И вот, через некоторое время райдеры потянулись на старт. Мы увидели Пашу Алехина, но, естественно, все остальное элиты, включая вчерашних счастливчиков, прошедших квалификацию. Дёрты символически довели до ума, и, несмотря на жуткий холод, все началось. Если вспоминать погоду и ее градус, скажем так, мы работали в теплых пальто. Зачем райдеры катались в майках и мерзли, нам непонятно. Замерзая даже незначительно, человек теряет координацию и ловкость. Не мудрено, что медики снова стали собирать урожай пациентов, и зрелище это было не самым приятным. Хотя вначале показалось, что все очень хорошо прикатались, и вчерашних проблем не будет. Но элита тоже дала сбой. На это у всех были разные причины, и после нескольких замысловатых уборок мы даже поспешили к Паше Алехину, чтобы узнать, что же пошло не так. Ну, все пошло не так. Не так, возможно, неправильная стратегия была прыжков. Потому что в ТЛИПе дроп, что-то не хватало, на самом деле, скорости. И было достаточно ветрено. Но я старался кататься достаточно аккуратно, чтобы не сильно падать. Но сразу в раскатке поубирался нормально. Теперь я стараюсь не делать трюки просто так, зная, что я их приземлю или не приземлю. То есть, короче, я теперь задумываюсь перед каждой попыткой. Но при этом у меня не получилось сделать это в финале. Конечно, жаль. Видимо, нужно заранее разрабатывать свою программу, ведь то, что будет в Вене, было известно еще год назад. Количество и качество фигур примерно одинаков, райдеры примерно те же и с тем же набором трюков. Было бы проще составить программу-победительницу и постараться откатать ее, а не импровизировать на месте, если это имело счастье быть. Но что сделан, то сделаны даже такие быки, как Мартин Сёдерстрем не устояли на своей меже, пробороздив финальную поляну. Очень хорошо, что он показательно вернулся, ибо его поклонники были в серьезном ауте. Далее все продолжилось своим чередом. Опять падение, опять расстройство, все как всегда. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok вот, у меня все получалось, вот. А в итоге призовой я занял, не знаю, может 15-е или 16-е, или что-то такое. Даже не смотрел, потому что, ну, нет смысла. Мы уже второй год ходим сюда. За Пашу болеем всегда. Паша супер. Правда, звание суперчеловеков в этот раз досталось другим. Моя первая попытка была идеальна настолько, насколько я мог это сделать. Конечно, я хотел бы сделать что-то круче во второй попытке и постараться выиграть, но было слишком ветрено и очень опасно. И вторую попытку я просто проехал. И, в принципе, я очень рад, что занял второе место. Я очень рад выиграть первые соревы в туре, потому что это дает мотивацию. То есть мне хочется продолжать выглядеть отлично и показывать первые результаты и быть лучшим в мире. И это круто. Я думаю, что такое начало поможет мне в этом году. Ну, в общем-то, наверное, Air King все закончилось. Мы сейчас садимся на трамвайчик, едем в другую часть города, посмотреть на абсолютно другие удовольствия. Я уже, наверное, не каталась что-то в колесе, но лет пять, что ли. Очень приятно гулять, на самом деле. Такая душевная атмосфера, праздник какого-то весна. Да, весна в Вене пришла вовремя и порадовала нас перед дорогой. Пора собираться в обратный путь. После наших горных испытаний стоит проверить еще и шины. Все очень просто. У кордианта есть индикатор износа. Смотрим, все в порядке. Если бы протектор был изношен, то и в межсезонье такой риск был бы неоправдан. Снега еще тает, может пойти дождь. И за дорогу нужно уцепиться всеми шинами. Но прощаемся с гостеприимной Веной. Немного грустно. Пока, моя Вена, пока. Но, возможно, мы скоро снова увидимся.